Ай, йоу, меня очень часто спрашивают, Кузьма, где можно найти клип про мемы и порно и всё в стиле рэп? Отвечу вам, на канале Психо Рэп Смерч. Подписывайтесь на канал, не пропустите ни одного видео. Автор, сука, жжёт. Йоу. Не понимаю, почему такое огромное количество хейта пошло в сторону мистера Макса. Во-первых, детские шоу всегда, во все времена и во всех странах мира, были тупыми. Во всех странах мира несколько часов сетки вещания канала уделено тупорылым детским передачам. Потому что дети тупые. Так уж получилось. Потому что они дети. И поэтому они смотрят эти шоу, они им нравятся. Другой момент. Почему взрослые, кликая на детские шоу, ожидали увидеть что-то другое? Вы чё там, мистер Макс и мисс Кэти будут скрипочный концерт, что ли, играть на видео? Серьёзно? Самый популярный раздел на ютубе, это детский раздел с детскими передачами. Фиксики, Маша и Медведь, Лунтик набирают самые большие просмотры не только в России, но и во всём мире. Это самые большие показатели. Просто их со временем заменит мистер Макс, как это случилось, собственно, с обзорами. Их со временем заменили летсплеи. Потому что обзоры, мультики, это не интернет-формат, это телевизионный формат. Ему... он не сможет... ну, он не приживётся в ютубе элементарно. И это не хорошо или плохо? Это просто говорит о том, что вместо, там, того, что родители раньше показывали своим детям тупые детские передачи по телевидению, они просто сейчас показывают детские тупые передачи по интернету. Всё. Мы живём в 21 веке. Сейчас даже покупка билета на поезд совершенно другая. Если раньше для того, чтобы купить билет, вам нужно было одеться, выйти из дома, сесть на общественный транспорт, доехать до метро, если в городе есть метро, сесть на метро, доехать до вокзала, простоять в очереди, купить билет и вернуться обратно. На всё про всё у вас бы это заняло бы 2-2,5 часа. Сейчас же этот процесс занимает 10 минут от силы. Заходишь на любой сайт и можешь даже билеты раньше заказать и подешевле. Если 45 миллионов людей подписалось на PewDiePie, это говорит только о том, что 45 миллионов людей вместо одной тупости начали смотреть другую тупость. Они не стали тупее от этого, они не стали умнее, просто у них новые предпочтения. Проблема не в мистере Максе. Не было бы мистера Макса, был бы мистер Маркс и мисс Энгельс, к примеру, и смотрели бы их вместо мистера Макса. Проблема не в этом отце, который снимает своего ребёнка, потому что все эти выкрики о том, что вот, отец мистера Макса демонстрирует то, как он познаёт мир через игрушки, тем самым у мистера Макса нету чего-то личного, всё демонстрируется на публику. Да гораздо хуже это, к примеру, когда мать Альберта Фиша застала его замастурбаться и сказала, что это грешно. Альберт Фиш начал булавки в яйца засовывать и стал маньяком впоследствии. Вот что, блядь, может навредить ребёнку, а не то, что ребёнок стал популярным. Проблема в том, что сами родители выбирают подобное времяпрепровождение для своего чада. Они не читают сказки, ну вот так легче занять ребёнка. Это ничем не отличается от того, как в 90-х вставляли родители детей за телевизором, когда уходили работать. Это было во все времена и всегда. С этим не справились. Никто же не запрещает этим детям что-то читать, что-то познавать, чему-то учиться. То есть вот гораздо хуже не PewDiePie 45 миллионной аудитории, потому что PewDiePie, если так призадуматься, человек достаточно благородный. Он знает прекрасно, что у него огромная аудитория, с которой он может делать всё, что угодно. PewDiePie, блядь, сможет их призвать к чему угодно, если так подумать. А всё, что он делает, это кривляется, веселит людей, людям весело. Вот по субъективному мнению 45 миллионов людей, PewDiePie смешной человек, который смешит их. Если люди получают от этого удовольствие и при этом не делают никаких плохих вещей, в этом нету ничего плохого. Гораздо хуже, когда на ютубе будут появляться, они уже появляются, и некоторые из них уже расцвели умные гады. Умные гады, которые смогут через свои видео... А набрать аудиторию без денег не так уж и трудно, если честно. Это знает сейчас каждый ютубер абсолютно. Гораздо страшнее будет, когда вот этот блогер наберёт эту аудиторию и начнёт на огромную аудиторию какие-нибудь свои идеи пропагандировать, свои мнения, свои мысли, говорить, что одно плохо, а другое хорошо. И это гораздо хуже. Причём, ну, хорошо и плохо по его субъективному мнению, а не по тому, что есть на самом деле хорошо, и что есть на самом деле плохо. Гораздо хуже, когда вот такие уёбки пойдут вовсю, и их будут смотреть столько же, сколько мистера Макса. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok